Приветствую всех подписчиков и гостей моего спортивного канала. Закончился первый полуфинальный матч между сборными Италии и Испании на чемпионате Европы по футболу. Он вышел очень интересным и динамичным, с обилием голевых моментов и ударов в стойке ворот. Собственно матчи между этими командами всегда отличаются бескомпромиссной борьбой, поэтому счет матча в основное время никого не удивил. Может быть за исключением тех, кто ожидал победу сборной Италии именно в основное время. 120 минут матча, включая дополнительное время, закончились со счетом 1-1 и дело дошло до серии 11-метровых ударов. По пенальти были сильнее итальянцы, они четыре раза отличились в серии 11-метровых ударов. Испанцы лишь два раза точно выполнили удары с точки. Последний удар у испанцев не забил Альваро Марата, который отличился в этой встрече на 80-й минуте. У сборной Италии на 60-й минуте забил Кьезо. Таким образом итальянцы, которым предсказывали выход в финал, оправдали ожидания многочисленных поклонников, и теперь мы с нетерпением ждем исхода второго полуфинального матча Англия-Дания, который состоится сегодня в 22.00 по Москве в Лондоне. Вот краткая статистика матча. Традиционно испанцы больше владели мечом, этот показатель 70 на 30 в их пользу. Но красная фурия еще и преуспела в количестве нанесенных ударов по воротам, у них 12 ударов против 6 у итальянцев. Соотношение по количеству ударов в створ ворот также за испанцами 5-4. По количеству угловых счет также в пользу испанцев 6-1. Несмотря на послемачевую статистику, домой едут испанцы Аскуадро Адзура во главе с Манчини выходят в финал европейского первенства. Напомню, финалистами они становились в 2000 и 2012 годах. А последний раз праздновали чемпионство на чемпионате Европы в далеком 1968 году. Пожелаем успеха сборной Италии, в финале которой состоится 11 июля в 22.00 по Москве и пройдет на стадионе Уэмбли в Лондоне. А я на этом с вами прощаюсь, всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, Ренат.